Каунтри 404 пишет. Я придумал умную идею в будущем, как отделить нормальных людей от дегенератов, которые топят за СССР, империю, страну, где не работают законы, право и что надо нападать на другие страны, отжимать чужие территории, убивать мирных жителей. Даже если удастся всех бандосов обнулить, провести массу судов, отправку в тюрьму или загробный мир, то один фиг останется много тех обычных людей, кто захочет выбрать человека типа Путина. Имперца, которые заруинят любые начинания в будущем. И чтобы такого не произошло, можно проводить анкетирование, тесты, индивидуальные беседы у психолога, помимо того, что рассказывать о всех преступлениях предыдущей власти и создать аналог Берлинской стены, только называться будет «Страна прошлого и будущего». Слева в будущем будут жить адекватные люди, а справа на стороне прошлого живут все эти люди, у которых даже после динафикации все равно остался имперский синдром и шиза о фантомных болях империи. Этих людей можно переселить в правую сторону, и они будут жить, работать и общаться между собой, не мешать людям будущего, что позволит избежать множества конфликтов, убийств и даже гражданских войн. Пройдет пять лет, и оказывается, что там, где живут люди будущего, достигнут, будет прогресс, повышение уровня жизни, соблюдение закона права с Конституцией и так далее. Ну, а те, кто останется жить в том прошлом, спустя пять лет, охренеют конкретно. Кто-то сопьется, кто-то изменит свои мнения и так далее, и так далее. Ну, знаете, нечто подобное мысль я уже высказывал, только она касалась людей, осужденных за тильные преступления. Например, насильников нужно держать в лагерях с насильниками, убийц с убийцами, мошенников с мошенниками, ну и пусть друг друга насилуют, убивают и обманывают. Здесь ситуация намного, как бы, серьезнее. Я не думаю, что нужно ставить какую-то берлинскую стенку. Достаточно просто тех, кто грезит, так сказать, об СССР, да, еще раз говорю, не касаясь этого вопроса, я вам уже о нем рассказывал, что сейчас сторонники СССР нападут. Там очень много было хорошего, что нужно было забрать сюда, плохое оставить. Мы не об этом говорим, мы о том имперском, что нужно всех обратно под себя подтянуть. И вот всех этих больных, ненормальных, грезящих морским правом, хабатами и прочее, возбужденных в национально-религиозную почву, их просто переселить в необжитую Сибирь. Сибиряки, не обижайтесь. Я, как говорю, Сибирь, я же даже объясняю, необжитую Сибирь, не рядом с вами, между ними и вами будет обязательно контрольная следовая полоса. Не надо стенку строить. Те, кто покинет территорию, значит, окажутся в каких-то других местах более строгого режима содержания. Ну и пусть они там строят свой, что, новый социализм с Платошкиным, с этим агентом Кремля, или еще что-то. Может быть, возродят КПРФ с преступником Зюгановым, Бондаренко и прочими коммунистами. Неважно. А нормальные люди, те, кто сегодня, как минимум, хотя бы не участвуют в этой войне и не ее пропагандируют, как эти деятели культуры. Там, я же не хочу, там, Певцов, Машков, Хабенский. Негодяи кончены. Ой, какой вскрылся нарыв, просто страшный. Я еще раз призываюсь, не ходить на творческие встречи, концерты всех тех, кто топит за эту войну, за убийство людей фактически. Понимаете? За этих розынбаумов. Ничтожество кончено. Ой, алкоголики страшные, страшные алкоголики и ничтожество. Не ходить на концерты, пусть у них там обнуляется немножко их счета. Путин тоже долго их не будет содержать, этих клоунов. И фактически преступников. Кстати, которые будут веселить вот всю эту орду на территориях неосвоенной Сибири. Ну, вот так, пожалуй, поступить, я думаю, можно будет. Там же будут эти преподаватели, которые сегодня топят за это убийство. Ну, и члены избирательных комиссий, все-все. Прокуроры, следователи, те, кто совершил преступление, скажем, там, легкие, там, средней тяжести, кто не нуждается в динамистификации, там, еще в чем-то, в кастрации и многое о другом. Продолжение следует...